Всем доброго времени суток, говорит Павел Злой. В данном видео я бы хотел рассказать про один замечательный плагин, который называется Shpati Larvel Tax. Ну или Tax, или Tax. Кому как больше нравится, все зависит от вашего pronouns. Для чего нужен данный плагин? Он позволяет добавить в ваш проект, так сказать, теги. Кто-то мог подумать, да, если особенно прочесть название или хотя бы немножко описание. Короче, допустим, use case сейчас опишу. Допустим, у вас возникает некоторая проблема, что вам необходимо на разные типы моделей добавлять некоторые теги. Ну, к примеру, у вас есть список постов, список видео, список ссылок. Допустим, три разные таблицы. И вы хотите, чтобы у этих трех разных таблиц, ну, как следствие трех разных моделей, был один и тот же, грубо говоря, набор тегов, которые к ним можно применить и, допустим, делать впоследствии сортировку по тегу. Ну, как это, например, делается в WordPress, что вы можете написать несколько постов, повесить на них теги и, допустим, сортировать по тегам. Но в Laravel, например, у вас есть три разные таблицы для того, чтобы хранить некоторый набор данных. Но вы, тем не менее, хотите использовать тоже там концепцию и принцип тегов. Для этого как раз был придуман данный плагин. Но сразу оговорюсь, что это, скажем так, решение через плагин, оно дублирует, грубо говоря, решение, которое можно реализовать штатными средствами фреймворка Laravel. Есть такая замечательная штука, называется полиморфная many-to-many реляция. То есть morph-to-many и morph-to. Замечательная штука. Если вам интересно посмотреть, как эта имплементация morph-to-many работает, скажем так, в реальном проекте, так сказать, на живом коде, то можете обратиться к исходным кодам проекта API Core. Под проект Laravel VPN admin ссылочка будет под данное видео. И здесь увидеть, что я как раз-таки юзаю реляцию morph-to-many для того, чтобы реализовать связь между группами, юзерами и серверами. Но поскольку, как бы, решение, используя штатный функционал, оно может быть не всегда универсально, не всегда удобно, и одно из самых, наверное, главных, один из самых главных недостатков, что оно, его необходимо будет тестировать, соответственно, писать тест, и вам необходимо будет перепроверять, правильно ли вы все делаете. Как я уже говорил, использование плагинов в Laravel нужно для того, и единственную задачу в себе решает, если вы видите, что перед вами есть проблема, допустим, вот, добавить поддержку тегов в ваш проект, и что на реализацию и на тестирование, и на поддержку последующего всего того добра, который вы напишете, вы потратите времени и, как следствие, денег вашей компании больше, чем если установите плагин и будете использовать функционал плагина. Ну, и если, допустим, функционала плагина не хватает, то, допустим, делать коммиты, пул реквесты в личный репозиторий. Поэтому, если вы не любите какие-то готовые решения, не любите решения с коробки, я рекомендую почитать ссылочку, оставлю под видосиком, почитать вот эту вот статью на официальной документации Laravel, на сайте официальной документации, посмотреть исходники, и, в принципе, я думаю, вам вот таких вот опорных данных вполне хватит для того, чтобы начать использовать, так сказать, дефолтный, искоробочный вариант. Ну, а те, кому больше нравится вариант с плагином, прошу последовать со мной дальше по видео, мы будем с вами его устанавливать и щупать, так сказать, на демо-проектике. Итак, двигаемся по документации. В принципе, того, что написано в Ридме, более чем достаточно. Как видно, здесь идет в комплекте сразу модель тег, которая создается, также здесь есть detach-attach теги, и необходимо также подключить будет trade-hashtags, модели, в которых теги, собственно, нужны. Имплементацию поддержки тегов я планирую делать в рамках проекта Hyped News, заодно можно будет это дело пощупать. Кстати, маленький анонсик, я думаю, как-нибудь у меня появится свободное время, оформлю документацию и все-таки выложу ядро проекта Hyped News в продакшн, чтобы, фу, точнее, в продакшн, в опенсорс, в паблик, так сказать, и все, в принципе, смогут с этим проектиком поиграться, повозиться, развернуть свои собственные какие-то варианты поисковых вот таких вот агрегаторов RSS, так сказать. Вот, но об этом как бы не сегодня. В общем, тестировать я буду на данном проекте. Моя программа максимум. Установить этот плагин, распихать его в необходимые модели. Там, в принципе, я более чем уверен, я добавлю его только в одну модель. После чего я хочу также добавить поддержку тегов, чтобы они отображались вот здесь, в этом блоке. Собственно, чем мы с вами и будем заниматься. Хочу, кстати, перед тем, как мы начнем еще один маленький моментик уточнить. На проекте Hyped News уже есть базовая имплементация логики работы с тегами. Как видите, здесь я тоже использовал MorphedByMany и MorphToMany. Реляцию, которая описана была в доке Laravel. В принципе, ничего сложного нет. И здесь у меня единственная модель, которая ее использует. Это модель Post. Вот. Поэтому наша задача будет не просто установить плагин, а смигрировать с классической концепцией, которая идет, так сказать, из коробочного варианта, которая идет и описана в документации Laravel, на то, что предлагает нам плагин. Для того, чтобы чуть-чуть расширить возможности и чуть-чуть добавить больше функционала. Потому что MorphedByMany, она, конечно, много чего умеет, но помимо того, что умеет сама MorphedByMany, надо к ней еще допиливать кучу всего. В частности, вот, добавление переводов тегов, добавление сортировки по тегам. Я все это хочу сделать на уровне одного плагина. Ну, поехали, короче. Если вы смотрите в данный момент это видео на этом моменте, не забудьте написать, что трепа вступления заканчивается на этой секунде. Ну, а мы с вами приступаем непосредственно к установке плагина. Копируем команду композера, открываем терминальчик. Так. Запускаем установку. Ну, а пока композер будет шибуршить, посмотрим, что нас ждет дальше. Так, дальше нам предлагают опубликовать миграции. Я, кстати, думаю, что надо будет еще добавить сначала миграции, которые будут удалять старые таблицы, даже если там есть какие-то записи. После чего уже будем копировать миграции, которые идут вместе с пакетом. Дальше здесь предлагают миграции, дальше предлагают экспортировать конфиг. Ну, и дальше идет описание того, что в конфигурации есть. Как видно, здесь не очень густо. The function to generate a role-friendly slack. Ага. Интересно. StavingKit default is strslug. Ага. То есть, по дефолту можно дальше генерировать слаги для тегов. Очень интересно. Интересно, как он... И вообще, умеет ли он слаги UTF-ные? Ну, то бишь, вы поняли. Допустим, на русском языке название статьи, чтобы слаг... Вот, точнее, не статьи. Название тега. Ну, например, там, общее. Ну, произведет ли он трансляцию в эту строку, или надо будет... Или он, скорее всего, просто сделает маленьким регистром на русском языке. Что, конечно, будет уже не так весело, но, в принципе, почему бы и нет. Окей. Плагинчик, похоже, установился. Я, на всякий случай, перед тем, как удалять таблицы и делать дропы... Дропы, теггабл и текст, на всякий случай залез на базу данных. У меня стоит SSH-туннель, который ведет меня через php-админ туда. И убедился, что тут пусто. То есть, можно спокойно эти таблицы дропать, даже несмотря на то, что здесь есть миграция под это дело. Давайте создадим artisan-make-мигрейшн. Дроп, текст-тейбл. Хотя нет, сначала, наверное, надо теггабл. Теггабл тейбл. Потому что первым делом она зависит от таблицы текст. Следом нужно удалить текст таблицу. Так, отлично. Ну, давайте напишем, что up. Странно, что здесь... Странно, что здесь не написали. Схема... Схема drop is if exist. Скопируем это дело. Ну, то есть, мы повторим то, что здесь написано в теггабл, только в обратном порядке. То есть, up это будет удаление таблицы, а down это создание таблицы. Единственное, что последовательность будет немножечко не та. Поэтому могут быть некоторые артефакты. Но это не важно. Так, и дальше удаляем таблицу текст. Значит, в новом down у нас будет то, что раньше было в up. А, соответственно, в up будет то, что раньше было в down. Такие дела. Так, artisan migrate. Посмотрим на localhost. Давай, localhost, я в тебя верю. Так, отлично. Таблицы удалились. Теперь давайте удалим legacy код. Здесь и здесь. А, в принципе, нам модель тег вообще больше не нужна, поэтому давайте ее тоже смело келяем. Я посмотрел в зависимостях. Модель тег у меня нигде не используется. Точнее, она использовалась вот только в посте, вот здесь. И больше нигде. Соответственно, здесь, если зайдем... Здесь тоже нет в зависимостях. Так, это хорошо. Так, двигаемся дальше под доки. Здесь нам предлагают экспортировать миграции. Последуем совету. Сделаем past. Create tag tables. Create tag tables. Так, посмотрим, что здесь создал. Точнее, что идет вместе с плагином. Ну, на самом деле, примерно то же самое, что у меня было. Но, кстати, вот очень интересно, что name идет в JSON, и подозреваю, что это связано с переводами на разные языки. Очень интересное решение. Я бы, если честно, на их месте сделал еще одну таблицу с трансляциями. То есть, в таблице tags пускай хранится идентификатор тега, а тег, допустим, translations, чтобы хранились переводы. Так было бы немножечко проще провелить. Но, с другой стороны, возможно, авторы плагина используют уже методологию приема, которые применимы часто в нереализованных базах данных, но сиквел. Поэтому, как бы, пусть будет. Главное, что не мешает. Так, едем дальше. Выполняем миграцию. У нас должно создастся две таблички. Будем следовать. Будем следовать по доке. Так, посмотрим, что получилось. Ага. Так, у нас добавилось две таблички. Tagables и tags. Собственно, практически то, что было до этого. Но, на всякий случай, чтобы конфликтов не было, я решил удалить свои старые наработки. Так, дальше делаем артизан паблиш. Понятное дело, что если вы производите миграцию с методологией, точнее, с концепцией Morph2Many, с реляцией Morph2Many, на этот плагин, скорее всего, у вас немножко все будет более паразаичным образом выполняться. Скорее всего, вам надо будет делать дамп, тег таблицы, а это на продакшн сервере делать нельзя. Ну, короче, вам будет нелегко. Я более чем уверен. С другой стороны, в принципе, можно было, на самом деле, не удалять. Я вот сейчас подумал, что, в принципе, можно было бы расширить. Единственное, название таблицы вот этой не совпадало. Поэтому могли бы быть конфликты. Ну, да ладно. Проект чистый, и, в принципе, там на пройде ничего такого супер важного нету, поэтому не страшно. Так, конфиг тоже экспортнулся. Пойдемте посмотрим на всякий случай, что что идет в из-коробочном варианте конфига, и действительно ли он соответствует. Ага, это мой плагинчик. Такс. Slugger null. Хорошо. Так, дальше. Предлагает пойти посмотреть документацию. По какой-то причине не грузится сайт. Возможно, это с чем-то связано. Даже не знаю. Я попробую потом из кэша. Security, Contributing. То, на самом деле, вот того, что написано здесь, по-моему, более чем достаточно, потому что здесь нам предлагают добавить трейд хэстакс в требуемую модель хэстэк. Шпатит тэкс хэстэк. Давайте на всякий случай удалим еще лишние записи, чтобы моделька у нас чуть-чуть шустрее работала. Так, хорошо. Теперь давайте смотреть, что же все-таки сам плагин непосредственно предлагает. Здесь предлагают new nibs item create. Название. И сразу можно теперь передавать в поле тэкс. Подозреваю, что данный хэстэкс Extended parsing модели как таковой. Model tagable. Ага, вот смотрите, здесь еще добавляется on created, on updated. Точнее, on created, on deleted. Event. Можно их, в принципе, было в App-сервере добавить. Не знаю, почему они сделали так. Но оно не мешает. Дальше вот идет morph to money. То есть, в принципе, примерно то же самое, что реализуется в штатном плагине Laravel, но просто плюс перевода. Меня, кстати, критикуют. Говорят, что, типа, нет смысла использовать плагины. И, типа, плагины замедляют работу. Я, в принципе, согласен по некоторым моментам, что если ставить все плагины подряд, какие только есть, то в теории, да, может это привлечь, привести к тому, что работать ваше приложение будет в итоге хуже, чем до установки плагина. Но, как бы, есть один момент, что плагины зачастую находятся в открытом доступе. И вы, в принципе, можете посмотреть исходники, поковырять. Перед тем, как на свой проект накатывать, вы можете провести аудит кода. И, допустим, даже если есть какие-то проблемы, предложить, например, pull request, ускоряющую работу плагина. И тем самым вы поможете не только своему проекту, но еще и многим другим проектам. Если, конечно, для вас это важно. Не всем это важно, не все это понимают. Вот, ну, короче, если в двух словах. Я смотрю, что, в принципе, тут реализовано практически все то, что я обычно реализую для того, чтобы с тегами работать. Ну, как минимум, то, что more to many. Моя самая любимая реляция. Плюс здесь реализованы различные скопы. Вот методы attach тегов, attach одного тега, detach тегов. Подозреваю, что здесь еще должна быть синхронизация тегов. Ну, да. Ну, в принципе, как будто работаешь с обычной more to many реляцией. Ничего особенного нет. Теперь давайте попробуем это дело применить. Святая святых проекта Hyped News находится в app services fit. Здесь есть некоторые хаки для более правильного парсинга того, что приходит с сайта Cisco и того, что приходит с сайта Hubber. Это расширение непосредственно фит-сервиса. Собственно, в фит-сервисе происходит подгрузка данных, которые приходят из удаленных систем, из удаленных RSS-фидов. Основная задача вообще проекта Hyped News это парсить RSS-фиды, загружать в базу данных и добавлять это все дело в LasticSearch, предоставляя прямую ссылку на сайт, с которого данный фид был загружен. И вот где-нибудь здесь нам потребуется с вами добавить собственно поддержку тегов. Теги у меня вычитываются из того, что приходит в коллекции. Вот здесь вот RunImport метод самый главный. Как видите, здесь у меня ForEach try, так делать вообще на самом деле не очень хорошо, но в данном конкретном случае это делать нужно для того, чтобы пропускать цикл, шаг цикла. Длинная история, не буду сейчас углубляться в детали, почему я так сделал. Ну, короче, вот по-другому сделать было очень сложно, по-другому не работало. Здесь уже еще один вложенный цикл. Да, тут, конечно, конечно, тут мне стыдно, тут код где-то, наверное, годовалой давности, то есть я уже вижу здесь несколько мест для рефакторинга, которые можно будет сделать, ну, как бы сегодняшний видос немножко не про это. Окей, за кадром я немножечко продебажил свой код, сделал пробничек теста, в котором буду запускать для того, чтобы через xdebug прогонку делать. В общем, все теги, которые по какой-то причине в RSS в виде называются категориями, содержатся и доступны вот через этот метод getCategories. А это это то, что приходит через SimplePy. Это такая библиотека SimplePy, которая парсит RSS-фиды. Собственно, getCategories это метод, который возвращает вам список тегов, ну, по какой-то причине в RSS называемые категориями, вот в таком вот формате. То есть, тут будет массив и списка элементов, у которых есть вот термсы и что это тип категории. Собственно, наша задача после того, как производится предварительный парсинг того, что здесь необходимо, нам необходимо будет сделать, во-первых, insert нового поста, после чего, да, если, во-первых, найти, если он есть и обновить значение, после того, как эта процедура будет произведена, после сейва, необходимо будет делать добавление тегов. Вот здесь, post not found create new one или lr1 database, ну, короче, это не важно, потому что мы уже будем пользоваться непосредственно вот этой переменной post. Итак, массив категории, давайте здесь его через for each будем парсить, здесь у нас будет категория, get, нам нужно get term, получить его terms, собственно, название тега, после чего давайте попробуем после чего давайте попробуем открыть доку и посмотрим, что здесь есть. Кстати, сразу можно передать список тегов, так что, наверное, наша задача будет синхронизировать теги, а не просто не просто их добавлять или удалять. SyncTags существенно упростит мне задачу. Давайте сделаем сверху тестовый массивчик, назовем его, например, tags, просто будет он пустой. Дальше в цикле будет проходить массив категорию, после чего добавляться вот сюда, как дополнительный айтем, после чего мы будем у элемента пост делать синхронизацию тегов, которые пришли нам отсюда. Так, хорошо, ну что ж, давайте попробуем запустить run import и вот здесь после run импорта попробуем сделать выборку постов, например, сделаем как-нибудь дес делать как-нибудь пост пост query where хотя в принципе мы наверное можем даже, можем даже, по-моему у меня была реляция в сорсах того, какой список постов не нужен, да, belong to, так что мы даже возьмем просто source, здесь возьмем список постов, пост через get, почему кстати здесь он желтенький, метод post not found, очень странно, так, возможно, потому что я его как-то не совсем правильно, не совсем правильно как-то сохранил, хотя, sources, а, я понял, я понял, здесь у меня массив сорсов, а мне надо получается первый, так, хорошо, source, this sources, first, забираем отсюда first, и уже с ним начинаем плясать, this first, get, у нас здесь должен быть список постов, в принципе можно написать через dd, я думаю хуже от этого не будет, здесь разве что уберем отладочные поинты и запустим stop and continue, да, так, наша задача, сейчас происходит импорт постов, тестовый, который по какой-то причине пустой, возможно, это как-то с чем-то связано, да, в общем, я еще немножечко поковырялся и решил сразу напрямую через run импорт посмотреть, что там происходит, как оказалось, модель расширяется методом tex, ну, это magic, доступ через магию производится, потому что там has many, фу, точнее, morph to many реляция, и, соответственно, если ее вот таким образом сделать, просто без скобочек, то она получается закеширована, а если так, то мы прямой доступ не получаем и вот таким вот образом получаем ровно то же самое. В общем, если еще раз попробовать запустить тест, у нас, это у меня MySQL просто, одна из dependency контейнера. Так, в общем, здесь отображается список тегов, массив из трех штук, как раз то количество категорий, которое нам пришло, крутим вниз, смотрим, ага, первая категория bash, дальше идет связи всякие, хитрые, с постом и исходником, с арцом. Так, докер, тоже ру, кстати, обратите внимание, то есть, получается, что, это очень интересный, кстати, момент, почему он рушную локаль по дефолту юзает, это надо будет немножечко посмотреть, подумать, ну, короче, да, есть такой маленький момент, вот, ну, в общем, я к чему веду, что, что, в принципе, все оно более-менее работает, может быть, сейчас, кстати, можно как-нибудь текст локаль, текст транслейт with type, может быть, можно сделать локаль, как-то явно кастомно указывать, походу, он берет дефолтную, дефолтную, дефолтную локализацию, текст предкредит if done not exist, attach text to text, да, вот оно, вот оно похоже, find on create my tag, translate, getting translation, return my name, return mon tag, ну, по всей видимости, перевод дефолтный настроить все-таки можно, скорее всего, это еще где-то в настройках идет, и по-любому можно явно модели указывать, наверняка, это где-то, где-то явно можно указать, Вот, я как-то особо об этом раньше не задумывался, когда с этой либой работал, потому что всегда теги были русские Вот, а тут есть момент, что на некоторых площадках теги могут быть все-таки на английском языке написаны Желательно это как-то детектить, чтобы было понятно Хотя, с другой стороны, в принципе, наверное, это и не особо сильно важно, потому что у меня будет всегда один и тот же набор тегов Надо, наверное, будет разве что указать, что английский, чтобы по дефолту Скорее всего, это связано с фейлбэк локаль, что мне так подсказывает То есть в апконфиге у меня фейлбэк локаль указано, если я ничего не путаю И n, точнее, ru, да, локаль ru, а фейлбэк локаль n Сейчас, а если написать, допустим, n, а здесь ru и запустить еще разочек тест Что-то мне подсказывает, что теперь тег будет внутри скобочки n Ну да, конечно же, я же тут выключил Так, синхронизируем теги, попробуем запустить еще разочек тег Через DD, это на самом деле не очень хорошо Вообще, лучше втыкать сюда куда-нибудь красную точечку Для того, чтобы дебаггер тормозил на этом месте Но мне просто нравится DD, потому что он визуально немножко более удобный Ну да, короче, по дефолту, если, по дефолту это либо берет перевод для той локали Пишет ту кодировку, которая у вас указана по умолчанию в appconfig То есть если у вас указана не английская, то у вас все теги будут поменчаться Как вот та локаль по дефолту Соответственно, меняйте ее Либо, я подозреваю, можно через апсет локаль делать То есть попробуем сейчас откатить И сделать так App get local Текущая локаль Дальше будем делать App set local Будем ставить английскую И после этого еще раз App set local Но уже local А что если это все сделать Что если это все делать Снаружи цикла Для того, чтобы не быть Криворуким Криворуким любителем Чистого кода В кавычках чистого кода Так, ну теперь должно все быть четенько У нас должна быть дефолтная нетронутая локаль И обратно set local Ту, которую мы заменяли Пробуем еще разочек запустить тест Теперь должно быть все ровно точно так же Но с маленькой оговорочкой Что теги теперь будут находиться Да Все, в принципе я достиг той цели, которую я хотел Теперь давайте переключимся непосредственно уже на веб-интерфейс Потому что теги Поддержку тегов мы реализовали Но теперь еще хочется ее Эти теги собственно отобразить Вот здесь вот в фронт-энде Для этого будем сейчас ковырять blade немножечко За кадром почистил базу данных Удалил все посты, которые не имеют непосредственно отношения к моему блогу Оставил только собственно записи блога Для того, чтобы было более понятно, что мы делаем И конкретно, что вообще происходит What the hell is going on? Как видно здесь только посты из блога И ничего больше Давайте теперь зайдем в табличку тегс Посмотрим, что получилось Здесь видно, что есть Очень странно, что слаг здесь тоже указан через локаль Не совсем уверен, с чем это связано Так, дальше пойдем в тегаблс Посмотрим Здесь понятно, что тегабл-ид это соответственно идентификатор тега А нет, подожди Тег-ид это идентификатор тега А тегабл-тайп это название модели На самом деле это не самая хорошая идея Сейчас Laravel поддерживает маппинг Через который можно указать название вот этой вот модели Вот собственно тот самый маппинг, о котором я говорил Настраивается он соответственно через Где здесь это было написано Короче через АПП Обсервайз провайдер, если ничего не путаю В корне модел с провайдер Обсервайз провайдер Он здесь вот в буте прописывается Указываете, что необходимо Ну в частности здесь надо Relation more of the money указать Но только если вы юзаете кастомные реляции Я подозреваю, что Laravel TX еще не дошел до этого Но возможно в скором будущем Такая альтернатива тоже появится Но странно, что они будут делать с теми проектами Которые с 2016 года этим плагином пользуются Возможно они добавят какой-нибудь вариант с миграцией Чтобы можно было переехать на новую концепцию Короче, двигаемся дальше Переходим непосредственно к фронт-энду В общем где-нибудь здесь справа Или возможно вот здесь вот сразу под текстом Я хочу добавить список тегов Пока это будут не кликабельные ссылки Просто допустим какие-нибудь лейблы Которые будут отображаться В которых будет отображаться текст Который хранится непосредственно вот здесь вот в тегах В зависимости от того, какие теги у этого поста имеются Открываем blade Где-то у меня были ресурсы с вьюшками Да, кстати, еще потребуется, подозреваю Это индекс страницы Значит потребуется делать дополнительный запрос Для того, чтобы сразу в кэше оказывались теги необходимые Здесь у меня производится Post-survice Через post-survice get page В зависимости от фильтров Тут срабатывает поиск через Elasticsearch Where order with user categories tags Ага, вот Здесь уже, соответственно, поддержка тегов у меня включена Видимо, я ее забыл удалить В процессе удаления Legacy Ну, слава богу, название совпадает Поэтому особых проблем быть не должно Посмотрим, что здесь приходит Скорее всего, там будет просто список из 10 постов Да Items и проверим Post-post Самое главное здесь нам relation tags Есть ли список тегов Ага, вот три тега, которые я назначил Посмотрим, что там в оригинале докер Да Все корректно Значит, нам теперь нужно Значит, нам теперь нужно просто перейти во вью В ресурсы И посмотреть Как бы сделать так, чтобы это все было красиво Так Messages list Нет, это просто сообщение Post-partial post Ага, вот, кажется, здесь у меня находится Description Здесь хитрое преобразование Спасибо компании Хабр За то, что Вынудили меня писать хитрожопые регулярки Да, вот еще, кстати, здесь у меня Добавляется во вьюшки Дополнительные ссылочки UTM-теги UTM-исходники Которые ведут Ну, которые указывают, что исходник данной ссылки Это мой сайтец Для того, чтобы Владельцы сайтов знали, что трафик приходит от меня И чтобы им проще было фильтровать Потому что я честный Так, дальше Card-text Если ничего не путаю Здесь оно, в принципе, и должно быть Post-views Views count Так Надо вспомнить Давным-давно я уже сюда не залезал Так, значит, здесь идет название Сырца А где же тогда текст item у меня идет? А, вот, item description Давайте на всякий случай проверим, что это здесь Да Это здесь находится Соответственно, моя задача Под Вот этим вот текстом новости Сразу под ним Под description, например Отобразить Отобразить список тегов Так, ну давайте Давайте возьмем вот эту вот штучку Вот этот дивчик Добавим его сюда Посмотрим, что получилось Так, хорошо Ну, немножечко мне не нравится высота Но сейчас, я думаю, будут Лейблы с тегами И оно будет хорошо Так, прежде всего Сделаем if If item Tags Not empty Я по какой-то причине часто путаю Последовательность букв в слове empty Наверное, это проф Деформация And if Так, здесь мы проверяем Что список тегов не пустой Да, и кстати Кстати, возможно, это будет не самая лучшая идея Хотя, в принципе А, еще давайте сделаем проверку Тогда, если он не пустой Значит, там коллекция И что count Что count больше нуля Потому что, если 0 Оператор if Преобразует это в false И будет считать, что это типа ложь Так, проверим Странно If not empty И count Если true А, возможно, потому что я тексты собрал Да, все верно Все верно Все ровно по чаны И по чанесе Так, дальше идемте Нам нужен for each Самый мой любимый Самый мой любимый Цикл Здесь нам нужно Item Item Tags Сделать Stag And for each И Здесь У тега Сделаем DD Почти как Бэби Бэби Кто смотрел Стримы Подовстрейнингу Понятно Дело Смысл покупать Эту игру Был не особо большой Тот, наверное, понял Что я имею ввиду Так, окей Name Уверен, что у Тега У модели Tags есть Некий Метод Который позволяет На текущей локале И если не указана Другая Получить Требуемый Тег Ну типа Если Типа сейчас русская локаль То получить тег На русской локале Если перевода на русский Нету То, соответственно Взять файлбэк локаль И получить Тег файлбэк локаль Но это чистое Мое предположение Сейчас попробуем В этом убедиться Прежде всего Я хочу Хочу получить Что-нибудь вроде Get Tag class name Что-то вроде Get Tag name Потому что Будет очень невесело Конверту тег Будет очень невесело Преобразовывать Там из джейсона И вытягивать На английской локале Походу Все-таки нет Нету Такой хрени Ну ладно Попробуем Get Tag name Что получится Интересно Значит здесь Где-то реализован Мэджик метод Либо в HasTags Либо я даже Не знаю где Так Давайте быстренько Get Нету магии Здесь Хм Очень интересно А как он тогда Преобразует Джейсона Name На нужную локаль Вот это вот Очень любопытно мне Надо будет В исходничке Потом Я потом После стрима Полазю Посмотрю Так Окей Ну в принципе Это именно то Что мне требуется И еще Я хочу Сделать Span Класс Лейбл 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 Дефолт Наверное Лейбл Дефолт Есть такой Ой Лейбл Конечно же Нет Может это Бэйдж Называется Так Бэйдж Да Бэйдж Бэйдж Какой-нибудь Праймари Например Так Посмотрим Что получилось Эх Какая гадость Это ваша заливная рыба Синего цвета Ужас Может быть Секондери О Секондери мне нравится Силенькая Красивенькая Невзрачненькая Все рубрики Ага Тут без рубрики Без рубрики Ха-ха-ха Надо Да Надо будет Подправить У себя На блоге Эту забавную Рубрику Без рубрики Ну В общем Как видите Поставленные цели Я добился Мы с вами Установили Плагинчик Настроили Чтобы Плагинчик Использовался Правильным образом Чтобы в нужных Таблицах Нужные Моментики Сохранялись На нужной локале Потому что По дефолту Пускай будет Английская Впоследствии Я думаю Как-нибудь Разберусь С тем Чтобы Определялась Локаль Блога И там Чтобы Может быть Даже Как-то По тексту Определялось Какой Язык Надо указывать Конкретного Тега Ну В общем Это Наверное Это уже Как говорится Момент Немножечко Из другой Оперы И Собственно Я получил Тот результат Который Хотел То есть Надеюсь Вообще Виде 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 Картины Мира Так Сказать Картины Того Как Проект Создается Но Тоже Хочу Заметить Что Если Есть Вопрос С Ускорением Процесса Разработки То Вариант С Использованием Уже Готовых Плагинов Он На мой Взгляд Видится Самым Удачным И Самым Кайфовым Потому Что Вам Не Нужно Будет Писать Функционал Он Уже Готов Не Забывайте Подписываться На канал Не Забывайте Ставить Пальцы Вверх Все Необходимые Ссылочки На Проект С которыми Я сегодня Возился Будут Под Видосиками Также Хочу Напомнить Про свою Страничку На Сайте Патреон Если Вы Хотите Поддержать Выпуск Видеороликов И Мою Жизнь То Милости Прошу Буду Очень Рад Ну А На Сегодня Все Всем Большое Спасибо За Просмотр Пока Пока Продолжение следует